Наверное, ни один ивент по количеству драм, крутых историй, предательств не может сравниться с ивентом открытия Врат Анкиража. Я очень много раз рассказывал о этом ивенте в контексте разных серверов, и всегда происходило что-то интересное и непредвиденное. Последующая история особо не вылилась в массы, но, как по мне, это была одна из самых интересных историй о открытии Врат Анкиража. Вошла последующая история в легенды сервера, как «Война за мироцвет». Для начала, чтобы понять общую обстановку, нужно немного понять, что это был за сервер и как обстояли дела у участников событий до начала войны. История началась на обычном, малоприметном в плане грандиозных событий сервере «Племя Зандалар» на классических серверах Варкрафта. «Племя Зандалар» — это европейский РП-сервер, что, думаю, важно отметить. Отличался от РП-серверов «Племя Зандалар» мало чем. С самого старта классики, как и подобает РП-серверам, там происходил соответствующий движ. Проводились локальные ивенты, иногда вместе с противоположной фракцией в открытом мире. Собирались на крупные праздники игроки по типу Рождества. Назначались награды за убийство каких-то людей. Приводились в города крупные существа. И даже когда-то давно была создана целая карта, где были показаны зоны влияния гильдий за определенную территорию. Баланс фракций был примерно таким. Альянс на момент событий имел доминацию над Ордой. Их было больше, что-то в районе 40 на 60 в пользу Альянса. Как описывали «Войну за мироцвет» в будущем, большая часть активных гильдий Орды — это взрослые люди, которые имеют семью, детей, работу и прочие реальные заботы. Они любят играть в классику, но времени тратить на игру как в школьные годы, условно тратя по 10 часов в день, они не имеют. По крайней мере, в основной своей массе. А играют на РП-сервере они, возможно, просто чтобы лайтово отвлечься от реальной жизни. Ситуация на Альянсе несколько отличалась. В плане прогресса тут дела были заметно лучше, но особенно сильно выделялась гильдия по названиям Прексис. Это была хардкорная гильдия, имевшая амбициозные планы на классику. Они значительно активнее и усерднее играли в сравнении с средними гильдиями Орды. Например, предположительно первыми на сервере закрывали рейды, в частности, логово Крыла Тьмы, и также предположительно первыми получили громовую ярость. В общем, если подытожить, расклад сил был примерно таким. Орда в меньшинстве, а Альянс количественно и качественно, как минимум, в виде хардкорной гильдии Прексис, сильнее в игровом плане. Тут нужно немного остановиться на самой гильдии Прексис. Их отношения с Ордой, насколько можно судить по некоторым упоминаниям, почти с начала классики не задались. Прексис, имея преимущество в количестве и качестве, мешала ордынским гильдиям посещать рейды, устраивая постоянные облавы или налеты на рейдовые группы ордынцев. По неподтвержденной информации, проще говоря, слухам, использовали они еще так называемых шпионов, закидывая последних на сторону Орды. И даже в ордынские гильдии, чтобы, вероятно, получать больше информации о передвижениях самих ордынцев. Под контролем Прексис часто находились мировые боссы, да и многие другие мировые активности были так или иначе с ними связаны. Сандалар – это, конечно, РП-ПВП сервер и жаловаться на ПВП активность на ПВП сервере в открытом мире глупо, но и у ордынцев их поступки и их отношения точно симпатию не вызывало. Сбивание мировых бафов, препятствование вхождению в рейды, предположительно шпионские аккаунты, постоянный контроль над мировыми боссами и прочие явно не самые приятные вещи для относительно казуальных гильдий Орды. И продолжалась эта вражда не день, не два, а месяцы. Так что ордынцы не сильно жаловали Прексис и имели на это основание. И вот наступает момент, когда вот-вот запустится ивент открытия врат Анкиража. Фракции должны сплотиться против тараганов и вместе, по крайней мере в идеале, общими усилиями открыть злополучные врата. Ивент делится на две условные части. Первая часть – это выполнение долгой и очень-очень сложной цепочки заданий, где нужно получить специальный скипетр, с помощью которого будут открыты сами врата. А игроки, выполнившие одну из сложнейших цепочек игры, после открытия врат, ударив в гонг, получат себе в награду маунта и титул «Повелитель Скоробеев». Вторая часть – это параллельный первой части сбор огромного, огромезнейшего количества ресурсов. Количество необходимых ресурсов для фракций исчисляется не просто десятками, а сотнями тысяч. Как раз у Прексис на почве сбора ресурсов возникли проблемы. Гильдия Прексис, что в целом неудивительно почти для многих серверов, начала собирать коалицию гильдий, которые будут в итоге принимать участие в открытии врат Анкиража. Коалиция Прексис состояла преимущественно из Прексис и еще нескольких гильдий Альянса. У них была идея установить контакт с Ордой, чтобы разделить усилия по сбору ресурсов. Поначалу все шло более-менее нормально, плюс-минус обычная межфракционная коалиция на обычном сервере. Были назначены условные сроки, которые устраивали и ту, и другую сторону, мол, собираем ресурсы и открываемся в такой-то, такой-то день. Игроки распределили ресурсы, кто что должен фармить. Но почти в самом начале ивента, дипломатия и коалиция Прексис начала давать сбой. Причина была очень проста. Прексис, как хардкорная гильдия с хорошим, как минимум по меркам сервера прогрессом, хотела как можно скорее открыть врат Анкиража. У них были в целом амбициозные или просто обширные планы на прогресс. Так как прогресс зависит от скорости открытия врат Анкиража, им было выгодно это сделать как можно скорее. Поэтому они, если я правильно понял ситуацию, решили принести заранее установленные сроки на более ранний период. Это решение понравилось далеко не всем. Причем как Орде, так и другим гильдиям Альянса из коалиции. Кто-то может не успел нафармить реагенты, кто-то может не успел за это время завершить цепочку, а кто-то может быть в такой-то, такой-то день был банально занят. Орда, как я ранее описывал, состояла преимущественно из относительно казульных игроков, не желавших сильно торопиться. Да, они хотели открыть врата, да, некоторые из них фармили лорда Скоробея, но нет, им не нравилось, что Прексис хочет открыть врата пораньше, вопреки договоренностям. Также, по слухам, Орда имела в целом проблемы с сбором того огромного количества ресурсов, что нужно было для открытия врат. Плюс им, предположу, нужно было время для выполнения цепочки на лорда Скоробея, чтобы все, кто желал получить лорда Скоробея, успел доделать эту самую длинную цепочку. Сдвигание рамок, предположу, этому не сильно помогало. Вдобавок, не стоит забывать, что Орда имела накаленное отношение с Прексис еще до открытия врат. Условно, союз Орды и Альянса начал рушиться. В интересах Прексис было как можно быстрее открыть врата и пойти за прогрессом. В интересах Орды было затягивать всю эту историю. Они опять же получали время на выполнение цепочки на лорда Скоробея, ну и солили своим давним врагам из Прексис. Прексис, получив отказ от Орды, совершила огромную дипломатическую ошибку. Они пошли немножечко в высокомерие. Высокопоставленный участник гильдии в Дискорде написал примерно следующее. Если Орда думает, что сможет заполучить хотя бы одного лорда Скоробея, они сами себя обманывают. Прексис может собрать все ресурсы в одиночку, прежде чем Орда получит достаточно ресурсов для одного лорда Скоробея. Так что вы буквально стреляете себе в ногу, не участвуя в открытии ворот. Ну а еще через сообщение они буквально послали Орду недобрым словом. Короче говоря, заявили, что они самые крутые и вообще сами могут собрать ресурсы, если понадобится. А немощная Орда может идти в баню, они им не нужны. Орда, грубо говоря, так и поступила. Они пошли в баню отдыхать. Вариант то, что высокомерная гильдия сама соберет ресурсы, их устраивал. Раз Прексис сказала, что они сами со всем справятся, они сами способны собрать все ресурсы, гильдии Орды ничтожества и они им не нужны, то Орда не будет им помогать не только в ускоренном открытии ворот, а и вообще. С гильдии Орды вспал немалый груз. Орда, по всей видимости, сосредоточилась на выполнении цепочки лорда Скоробея. И тут происходит великий переворот. Прексис, узнав, что Орда вообще не будет хоть как-то им содействовать после того сообщения и той перепалки, а то, сколько ресурсов нужно собрать, они то ли недооценили, то ли на нервах написали это гневное сообщение, попытались дать заднюю. Якобы сообщение, что Орда ничтожества и Прексис способна сама собрать все ресурсы, это была шутка, и вообще, не берите во внимание. Сказанная ранее Прексис фраза, «Так что вы буквально стреляете себе в ногу», обрела совершенно другой смысл. Попытка дать заднюю сильно не помогла. Тогда Прексис решила повысить ставки, и примерно в тот момент появился слоган, «No effort, no scarab lord», что означает эдакий ультиматум. Если Орда не хочет нам помогать, значит Орда не получает повелителя с корабеев. Для Орды это означало прямое объявление войны. В целом, это и стало началом войны за мироцвет. Коалиция Альянса в итоге оказалась в невыгодной ситуации. Некоторые гильдии Альянса не были довольны смещением рамок, и коалиция в одном только Альянсе пошатнулась, и кто-то даже откололся. Орда вообще развернулась на 180 градусов, и не собирается им помогать. А ресурсы Орды теперь нужно будет собирать Альянсу. Собравшись, гильдии, состоящие в коалиции, начали делить между собой ответственность за определенные ресурсы, необходимые для сбора и график, кто, что и когда собирает. А также начинается эдакая блокада «Мглистой рощи» в Сумеречном лесу. В Сумеречном лесу по заданию на Лорда Скоробея нужно убить Эного босса. Коалиция Прексис направляет туда небольшой отряд, работающий по сменам. Задача этого отряда – препятствовать возможности гильдии Орды пройти этот этап с Сумеречным лесом, без которого маунта и титул не получить. Причем это делать в любое время суток. День, ночь, неважно. Круглосуточное дежурство. Также создается некий, в кавычках, генштаб-коалиции, в котором они координируют свои действия в попытках помешать ордынцам выполнить цепочку на скипетр. А-ля через «Собака в Риван» все в Дискорде собираются и вместе идут пинать ордынцев. Ответ ордынцев не заставил себя долго ждать. Отдельные соединения и группы ордынцев начинают что-то вроде «Партизанской войны», цель которой затянуть открытие ворот и насолить старым врагам. Во-первых, в ответ на действия Прексис и коалиции Прексис в открытом мире, Орда начала делать налеты на локации, где коалиция должна была собирать ресурсы. Это усложнило фарм ресурсов. В локациях массово орудовали ганкеры или отдельные группы ордынцев. Во-вторых, они заметили, что коалиция пересылает необходимые им реагенты через нейтральный аукцион. Ордынцы это спалили и начали перекупать эти самые реагенты, а затем то ли их складировать, то ли уничтожать. На этом Поприще отличился, скажем так, самый жестокий человек этой войны. Ордынец под ником Джерик. Очень, грубо говоря, и без четких деталей, он убедил отдельные лица коалиции, что часть ресурсов нужно отправлять ему на его персонажей. А это было жесточайшей ловушкой. Ему присылали тонны ресурсов, а он их буквально выкидывал. Он выкинул, боюсь даже представить, сколько сотен человека часов. Огромное количество ресурсов, исчисляемое, вероятно, десятками тысяч, что попали ему в руки, просто выкидывались через банальную функцию удаления предметов с инвентаря. Ущерб, конечно, был далеко не смертельным для коалиции, но явно усложнил жизнь последним. Опять же, банально выкинутые человека часы нужно было снова кому-то отработать. В конце концов, в коалиции оставалось собрать еще около 50-60 тысяч мироцветов. Мироцвет – это трава, растущая в начальных локациях и необходимая для совершения этапа сбора ресурсов. Тут-то и началась глобальная битва. В локациях началась бойня за мироцвет. Орда пыталась помешать коалиции Альянса завершить сборы ресурсов. Делались налеты целых групп ордынцев по разным локациям, от Тересфальского леса до Мулгора. Коалиция отвечала своими отрядами, и это превращалось в настоящее массовое ПВП в открытом мире за контроль над локацией, чтобы собирать ресурсы. Другие намеренно убивали НПС, которым нужно было сдавать мироцвет. Тут даже помогали отдельные лица Альянса, в том числе те, кто был недоволен поведением Прексиса. Действиями отрядов ордынцев удалось замедлить коалицию, желавшую как можно скорее открыть ворота. И это позволило дать время почти завершить цепочку на скипетр тем, кто желал его получить. Почти. Напомню, коалиция устроила блокаду Сумеречного леса, конкретно Мглистой рощи, и держала ее неплохо, причем круглосуточно, даже иногда принося в жертвы Альтов первых уровней, которые, напомню, при смерти усиливали босса. Орде нужно было прорвать оборону Мглистой рощи. Так как поодиночке, нападая на босса, их убивали силы обороны, ну или по крайней мере им неплохо так мешали, они решили втайне сплотиться и устроить финальный массовый поход. Пока никто не подозревал, Орда собрала около 150 человек. В субботу, 15 августа 2020 года, в 6 утра, ранним утром, когда члены коалиции спали, они отправились огромным войском на штурм Сумеречного леса. Коалиция пыталась разбудить своих спящих товарищей многочисленными пингами в дискорде, но это было раннее утро, и мало кто откликнулся. Круглосуточная оборона была прорвана, а квест в итоге был завершен. Была попытка со стороны коалиции задержать войско в лунной поляне, но тоже без успеха. Фактически, можно считать, что битва за Мирацвет была завершена победой для Орды. В итоге, если верить упоминаниям на форумах, после открытия ворот Анкеража, Орде удалось по итогам войны за Мирацвет получить примерно 8 лордов Скоробеев, что для среднего сервера и фракции, которые, напомню, в меньшинстве, очень круто. Особенно на фоне угроз Прекси, что Орда не получит ни одного лорда Скоробея. Альянс, в свою очередь, собрал 19 лордов Скоробеев, что тоже очень круто. Когда чисто для сравнения, в оригинальное время, дай бог, чтобы на одном сервере, среднем сервере, набиралось хотя бы несколько лордов Скоробеев. Тут же 27. Битва за Мирацвет, которая включала в себя драмы, партизанские войны, предательство и уничтожение десятков тысяч ресурсов, да и в конце концов, массовые битвы в открытом мире за сам Мирацвет, наверное, не будет привлечением сказать, что стало самым грандиозным событием на всем сервере за его почти трехлетнюю историю. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!